чтобы услышать то, что человек вам хочет хочет decir. Ну вот, все, мозг. Hola a todos! Всем привет и спасибо, что заглянули на мой канал. И вот мы уже с вами встречаемся во второй части видео про испанские словечки. Те слова, которые не переводятся дословно, но которые используются всеми испанцами в повседневной речи, каждый раз, каждый день. И те слова, про которые вряд ли вам расскажет какой-либо учебник испанского языка. А если расскажет, напишите мне в комментариях. И vamos a empezar. Давайте начнем. Если вы еще не видели первую часть видео про типичные испанские словечки, сейчас вылетит подсказка с какой-то стороны, или же ссылка будет в описании. И после просмотра данного видео вы также сможете посмотреть первую часть и ничего не пропустить. А мы с вами возвращаемся к тому, что же за испанские слова существуют, вот эти вот коварные словечки, которые все используют, но могут быть носителем другого языка, не до конца понятны. Слово, с которым мы начнем с вами сегодня, это haber. А глагол haber обозначает видеть, ну или смотреть телевизор, фильм, и так далее. Авер, казалось бы, авер, авер, куда, что смотреть. А, авер, это, то есть, когда мы о чем-то задумываемся, когда мы говорим на испанское, мы можем сказать авер или погоди-ка. Очень, на самом деле, универсальное слово авер, то есть, если кто-то вам сказал Испанский язык намного более популярный, чем английский. И вы можете спросить авер, авер, погоди, посмотрим, ну-ка, посмотрим. Авер, почему это ты говоришь, что испанский популярнее, чем английский, да? Авер, если вам вот это нужно как раз время подумать, вы можете сказать да, то есть, они еще очень часто повторяют это подряд, и это звучит как эта фраза супер популярная, когда вам нужно сделать выборы, вы думаете, и нужно сказать так, 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 что-то вроде нашего так, так, так. Еще одна фраза, связанная с глаголами наблюдения, да, это mira, 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 ну, вообще, mirar, это тоже смотреть. Это может быть в прямом значении глагола смотри, mira, mira, но также это используется, когда нам нужно привлечь чье-то внимание или объяснить нашу точку зрения. То есть, когда мы говорим по-русски, ну, смотри, и начинаем дальше что-то перечислять, в испанском также используется глагол mirar, да, вот в этой короткой форме, mira. Mira, no me gusta este aval. Послушай, мне не нравится этот чувак. Не пугайтесь, вас пока вроде как не заставляют никуда смотреть, просто вас призывают ваше внимание, да, чтобы услышать то, что человек вам хочет, хочет decir, ну, вот все, мозг. Следующая фраза, которую вы точно услышите, когда вы будете путешествовать в любом испаноговорящей, в любой испаноговорящей стране, в испаноговорящем городе, в испаноговорящей стране, вам, когда что-то вы купите и вам протянут этот товар, по-испански вам скажут ¿A que está? То есть вам дадут сдачу, чтобы вам не дали, вам скажут ¿A que está? ¿O a que tienes? ¿A que tienes? ¿O a que está? Два испанских словечка, которые вы используете, когда вы закончили что-то делать, например, вас ждут, вы заканчиваете писать какую-то работу или вы говорите ¿Es pera un momento? Да, подожди минутку, tengo que escribir el mensaje, мне нужно написать сообщение. И вот когда вы дописали свое гигантское сообщение, вы можете сказать ему ¿Listo? ¿Listo? Готово. ¿Listo? Готово. В первой части такого видео мы с вами говорили про то, когда еще используется ¿Listo? Поэтому, если вы его не посмотрели, еще ссылка будет в описании. Ну, а также в данном случае ¿Listo? Мы говорим, когда мы что-то выполнили, да, просто даже без использования какого-либо глагола, мы просто говорим ¿Listo? Слово, которое используется в этой же ситуации, можно сказать ¿Listo? Когда вы что-то сделали и вас спрашивают ¿Listo? Можете ответить на ¿Listo? Готово ли? Можете сказать ¿Listo? ¿Listo? Готово. ¿Listo? И еще несколько испанских фраз, которые вы можете использовать и используют испанцы постоянно, это когда вы говорите о чем угодно, ¿Listo? Например, спрашивают ¿Qué quieres hacer? Что ты хочешь поделать? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Что бы тебе хотелось поделать. Вы можете сказать ¿Listo? Lo que sea. Lo que sea. Все, что угодно. Lo que sea. Второе Me da igual. Me da igual. Когда вам все равно. Me da igual. Yo puedo hacer lo que sea. Могу поделать все, что угодно. Porque me da igual. Да, вот это Me da igual. Мне все равно. Причем оно не такое оскорбительное. Да мне похрен. Нет. Me da igual. Оно может и в хорошем ключе использоваться. Конечно, если вы скажете так агрессивно, что арто, me da igual. Я задолбала, мне уже все, мне все равно. Конечно, в этом ключе это будет звучать агрессивно. Но если вы просто скажете ¿Qué me da igual? Мне все равно. Поэтому Lo que sea. Это фраза, которая обозначает все, что угодно. Vamos a ver lo que sea. Да посмотрим, что угодно. И Me da igual. Мне все равно. Me da igual. И последняя фраза, которую мне уж прямо она очень понравилась. Я ее услышала впервые от своего испанского друга Мигеля. Он ее использует постоянно. Может, это личное слово поразит, но тем не менее мне очень понравилось и запомнилось. Поэтому я вам обязательно про это расскажу. Это фраза Noche que, Noche cuanto. Noche que, Noche cuanto. По-русски это аналог ну плюс-минус. Я даже не знаю ситуацию, в которой это можно приплести сейчас какой-то пример. Даже не всегда это плюс-минус. Это просто какая-то фраза, которая так гармонично влетает в абсолютно любую, в любое испанское предложение. Ну, например, Сегодня я работаю, но плюс-минус, не знаю, То есть, когда мы говорим о чем-то приблизительно, мы можем использовать эту фразу Noche que, Noche que, Noche cuanto. Также, вообще, абсолютно обстраненных предложений, которые вообще никак не связаны с чем-то, что примерно, да, плюс-минус, он использует эту фразу всегда. То есть, если вы услышите Noche que, Noche cuanto, это просто такой оборот, который является таким оборот паразита. И слово паразит, это оборот паразит. Вы можете просто его удалять и не думать о его переводе, потому что, ну, это не будет играть большой роль, и просто Noche que, Noche cuanto. И последнее, о чем я хотела сказать, это еще один оборот, вернее, еще одно словечко испанское, это fíjate. Вообще, fíjate, это как бы обрати внимание, да, ну, как бы вот fíjarse, это, вообще fíjarse имеет очень много значений, но вот именно обрати внимание, fíjate, но его очень часто ставят в начало, и также оно как-то призывает ваше внимание, но никак не переводится. Может использоваться как в каких-то ситуациях, когда вам прям нужно обратить внимание, например, bueno, fíjate, que ticamás guapa, посмотри, какая красотка, это примерно вот синоним мира, да, как мы с вами использовали, когда нужно привлечь внимание, а вообще иногда fíjate тоже используют как просто вставили слово, неважно, нужно оно, не нужно, просто подставили слово fíjate, вот как раз в конце можно сказать bueno, да, подытоживая что-то также bueno, не только для начала вашей мысли, но и для конца подходит, или entonces, о чем я вам говорила в первой части этого видео, опять же, ссылка в описании, entonces, es, esto es, todo, да, это в общем-то все, на сегодня я вам рассказала в принципе всю свою подборку вот этих испанских словечек, с которыми я сталкивалась чаще всего, которые используют носители испанского языка, которые стала уже использовать я, потому что эти слова суперудобные, напишите мне в комментариях с какими словами вы сталкивались, может возникали у вас вопросы при понимании этих словечек, и какие слова вам нравятся, какие не нравятся из тех, которые были конкретно в этой, ну или в первой части видео, мне будет очень интересно узнать ваше мнение, спасибо, что посмотрели это видео, мы увидимся с вами в следующем, всем спасибо за просмотр, увидимся, адьёш!